Опыт выезда за границу для задоринок был впервые. Особой гордостью для коллектива стало представление России на Большом Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Никто из участниц и не мечтал о гран-при, но упорный труд и талант девушек сделали свое дело, и саровчане стали лучшими из лучших в танцевальном искусстве. Сначала мы прошли национальный отбор, который был организован в Москве при посольстве Беларусь, и как победители этого проекта мы поехали представлять Российскую Федерацию бесплатно. Нас пригласила Республика Беларусь, и мы имели такую честь танцевать за нашу страну. Танец «Черный ворон», который студия представила на фестивале, повествует о судьбе русской женщины, о ее силе духа и стойкости. Постановка покорила зрителей и членов жюри необыкновенной глубиной и зрелостью чувств. Несмотря на юный возраст, девушки исполнили танец трепетно и проникновенно. Это такой номер, который, мне кажется, тронет за душу любого зрителя, даже самого жесткого критика. И, конечно, очень хочется, чтобы этот номер танцовал как можно больше на саровской сцене, чтобы наши саровчане посмотрели этот шедевр, прониклись. Победа на танцевальном проекте «Дрим Дэнс Фест» в рамках фестиваля вызвала у участниц бурю эмоций. Слезы счастья, восторг и искренняя радость. Все чувства девушек не передать словами. Это было грандиозно. Конечно же, мне очень сильно понравилось, потому что это такой уровень, когда мы поехали именно на международный конкурс в другую страну. Церемония награждения. Это невероятные эмоции, это незабываемые. Когда ты стоишь, даже не ожидаешь, даже не думаешь о том, что ты можешь выиграть на таком уровне, на таком конкурсе. У Задоринок большие творческие планы. Девушки прошли отборочный тур по программе Ассоциации ЮНЕСКО. Теперь коллектив ждут на конкурсе в Париже. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.